друзья все я нашел уже покупателей на эту тачку ребята берут по сходной цене 215 идет жил-добыл дядя миша начальник нефтебазы и вот он к своей пенсии к 60 допустим пяти годам скопил такой некий капитал на проданной ворованной горючки и думают на куплю-ка я себе комфортный седан да соседи говорят камбри надо брать приходит он в салон смотрит а камбри то уже не то и не купил дядя миша себе седан а купил своему сыну 28-летнему вот обратите внимание на этот жесткий я не знаю дерзкий передок да можно так сказать вот смотрите здесь у нас идут вот такие вот это назвать жабры что ли не знаю решетка или еще как можно назвать получается вот то что было до семидесятки это ну это просто небо и земля даже сегодня разговаривал с хозяином 55 кузова то есть это вот до этого кузова вообще все поменялось просто кардинально эти две разных машины вообще абсолютно я даже не знаю чуть чем сравнивать как пуск пальцем вроде как они автомобили вроде как и камри ну это разные машины она уже реально заточена блин под молодежь 25-35 может быть до 40 с натяжкой как раз вот у этого периода возрастного когда либо нет денег либо денег до хера заточен реально под топ-менеджеров уже чиновники ну я не знаю мне кажется уже вряд ли на такой машине не поедут потому что она реально дерзкая она реально да я даже не побычу слова вульгарная жек но согласись что она уматная она фирина просто хирина как теперь можно взять женщину и к ней прислониться как ее можно обнять ну как мне кажется toyota она просто уменьшает рождаемость руль вот обратите внимание ну блин стартерский руль можно было бы его покрасивее сделать мне кажется я думаю что можно было бы в остальном конечно здесь реально космос ну получается из вот таких вот минусов из глобальных которые бы я отметил это клиренс и это шумоизоляция во всем остальном она просто пушка во первых три с половиной двигатель во вторых там все опции там все на электронике я бы больше сравнивал не с 50 пяткой с лексусом наверно с весом у нас здесь все просто все настолько просто что ты его сразу садишься допустим салон тут понимаешь там вот где тут какие кнопочки что да как тут все там под себя отрегулировал здесь кстати есть память сидений ну понятно что здесь стеклоподъемнички регулировка сделать зеркал по функционалу допустим по комплектации здесь топ топ 35 получается там функции реально много то есть нужно брать просто бумажечку да в салоне и соответственно читать ее ну допустим из таких вот фишек здесь есть допустим тема когда ты едешь за машиной машина перед тобой резко останавливается и твой автомобиль также тормозит то есть он бы он как бы тебя контролирует ты можешь не успеть нажать тормоз но машина за тебя это сделает здесь естественно есть круговой обзор классно кнопка старт-стоп подрулевые лепестки сделано все но все четко посадка просто охрененно я вот сажусь допустим в лексус да вот в салоне там прихожу периодически я сажусь в лексус они реально вот идут идут просто нога в ногу я говорю это не эта модель это просто другой автомобиль все додумали даже как я хотел здесь смотри какой дисплей огроменный не сиди чейджеры то есть в хорошем качестве музыку ты здесь не послушаешь туда здесь есть там офигенная навигация там все как надо вот этот здоровенный телевизор у моего папы на кухне вот здесь такой наверное не нужен это улица здесь тачпот да не также сделан такой вот изгиб а здесь вот здесь стоит скобки подогрева сидений ручник соответственно электронный вот такой вот подлокотник добротно супер молодцы предлагаю посмотреть мотор а вообще три мотора получается двушечка 2 и 5 и три с половиной литра ну вот это вот топовая комплектация то есть как сказать вам нужно просто прийти в салон да и для понимания взять допустим прокатиться на на 2 и 4 допустим да потому что есть в авто плюс еще 2 и 4 по моему или 2 и 4 или двушка вот и немножечко сравнить по динамике там по оснащению салона ну получается здесь мотор 35 249 лошадиных сил самое прикольное что в америке 35 301 лошадь ну вот этот вот мотор можно раскачать до 360 лошадиных сил представляете вот она сейчас но реально гонка а если еще и и прокачать но я думаю что будет вообще мега хорошо хреново что пол хреново что у нас здесь стоит передний привод вот по переднему приводу я еще поговорю на им там есть так сказать фантазии если жизнь верит после камри да ну наверное с камри ну опять же сколько людей знаю столько и мнений ни одна так тачка не вштыривала в хорошем смысле именно даже на как объяснить может быть в безопасности или в уюте в уюте вот по уюту по комфорту даже наверное комфорт не употреблять будут именно по уюту и по ощущениям того что ты прям все у тебя в порядке вообще в порядке но соседи будут пальцем показать однозначно потому что тачка это это классно это классно это дерзкая машина ну как я уже сказал что она уже не для пенсионеров этот автомобиль действительно для ну для молодежи для топ-менеджеров для успешных людей как там вывод toyota управляем мечтой управляем мечтой вырубай а а